Эдвард Миллер долго копил на дом своей мечты. Так вышло, что еще маленьким мальчиком Эдвард попал в аварию и остался сиротой. Все детство, будучи в приюте, мальчик мечтал о том, чтобы у него была большая семья, огромный дом со своей историей и хорошая работа. Еще в детстве мальчику начало нравиться строительство и инженерия. И уже в свои 16 парень был уверен в том, что лучше, чем он себе, дом ему не построит никто. Он твердо шагал к своей мечте и не замечал никаких препятствий. После окончания школы парень получил образование в колледже и даже получил стипендию в университете. Но уже на последнем курсе, когда парень давно составил проект собственного дома, парня нашел нотариус. Как оказалось, Эдварда в самом детстве звали Эдвард Джонс. Но по прибытию в приют мальчику изменили фамилию, просто чтобы не путать его с другим ребенком с такой же фамилией. Документов у малыша еще не было или их потеряли, никто не знал. Так что Эдвард стал Миллером. Как оказалось, парню достался старинный дом его прадеда, что передавался из поколения в поколение. Его родители в доме никогда не жили, и когда парню стукнуло 18, его стали искать, чтобы передать дом его владениям. Когда Эдвард переехал в тот дом, он тут же решил заняться его ремонтом. Уже за несколько лет он полностью обустроил и отремонтировал первый и второй этаж дома. А в тот день он решил начать ремонт и в подвале, который он хотел превратить в игровую комнату. Ведь тот был огромен. Но потолок у подвала оставлял желать лучшего. Так что мужчина просто решил полностью его переделать. Когда он вскрыл потолок, обнаружил, что в одной из ниш лежит маленький чемоданчик. Когда Миллер вскрыл его, то обнаружил в середине газету дата, на которой его удивила. 25 марта 1951 года. Она прикрывала с собой три свертка, а они были набиты деньгами. Три пачки долларов США, которые насчитывали около 23 тысяч. Мужчина был в полном шоке. А уже через неделю мужчину ожидал еще один сюрприз. Эдвард стал специально обыскивать подвал и нашел второй чемоданчик с большой суммой денег. Вся сумма вместе насчитывала почти 47 тысяч долларов. Тогда же Эдвард обратился с находкой к юристам. Эти успокоили мужчину, объяснив, что деньги полностью принадлежат ему. Эдвард был счастлив, ведь ремонт забирал много средств и приходилось брать долги. Он смог полностью покрыть их с помощью клада, оставленного его предками. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.